Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя серия видео уроков для садоводов и огородников. Вчера я уже начала рассказывать о некоторых сибирских сортах, которые я выращиваю, пикирую прямо на улице. Сегодня я подробно расскажу, продолжу, потому что многие зимой, вот кто покупали эти семена, демидовские, там алтайский сюрприз, наши сибирские, спрашивали, какие у них технические характеристики, как их выращивать. Сейчас я расскажу более подробно для тех, кто интересуется. Вот это вот у меня демидовский, вот он стоит, видите, он еще даже не распикирован. Я всегда говорила, когда садила, что вы не бойтесь, вот видите, у меня загущенная посадка, но это им не вредит. Они все толстенькие такие, зеленые, у них здоровый вид. И когда я их пикирую, они не вянут, у них нет, как сказать, периода болезни. Вот видите, я вчера высадила вот эту грядку, до конца не досадила, маленько осталось, не хватило сил. Видите, как они себя чувствуют? Они при пересадке вообще не болеют и не, как, не паникают. Нет паниклости, потому что у них вот такие вот стволы. Их когда берешь для пикировки, я хоть сколько перебираю, можно час перебирать, можно два. У них из-за того, что толстый ствол и жирные вот такие листья, у них там много влаги, они очень долго не вянут. У них хорошая развитая корневая система. Вот видите, это саженцы до пикировки, они уже с такими корнищами. Я их сейчас заглубляю вот так до серединки, до семидольных листиков. И они крепнут еще больше. Я вот потом через месяц вам покажу, это будет вот такая дубовая роща, дубки. Сейчас я их посадила, я бы могла их оставить. Вот у меня 10 градусов в дню, 5 ночью. Это для них нормальная температура, потому что когда сибирские селекционеры выводят сорта для нашего климата, основное направление это устойчивость к пониженным температурам и способность давать хороший урожай вот в таких неблагоприятных условиях. Как раз алтайский сюрприз, демидовские, они однотипные. Только демидов он круглый, а алтайский сюрприз сердцевидный. Они все вот к этим температурам готовы. Они их не то что любят, а воспринимают нормально. Но пленкой я все равно буду закрывать. Вот у меня приготовлена пленка. Жду, когда муж придет с работы, поможет мне растянуть. Я одна не могу. Мы растянем пленку, придавим поребриками. И они будут сидеть под пленкой в течение месяца, а может быть даже и больше. Ни полива, никакого ухода за ними не будет. Почва влажная весной. Все там у них как в колбе они там находятся. Чем удобно выращивать на улице? Не нужно поливать, не нужно переставлять. Я вам потом покажу. У них там прекрасный будет микроклимат. Идеально. Такой рассады никогда нельзя вырастить дома. Потому что мы не сможем им обеспечить вот такое расстояние. Я 10-12 сантиметров между ними в ряду делаю. И так у них большой объем грунта, который они могут, как сказать, питаться с этого объема грунта. И они получаются очень толстые, здоровые. Они, во-первых, закаленные. Они постоянно на солнце. Вот это место. Тут никогда не бывает тень. Солнце с утра до вечера. Представьте, солнце, много земли. И вот самая здоровая, хорошая рассада, это выращенная на улице. Не знаю, делает кто-нибудь так или нет. Я начала это не где-то прочитала, а просто сама один раз попробовала себе. Сделала вот так тоннель, несколько рядов посадила. Хорошо удалось. Теперь я всю рассаду, которая не входит у меня в теплицу, выращиваю на улице. И вот эти сорта, конечно, не все подходят для такого выращивания. Я вот 4 попробовала, опробировала. 4 сибирских сорта идеально для этого подходят. Конечно, южане, которые неженки для теплиц. Там некоторые есть сорта, которые только в теплых условиях. Их я не рискую сюда. Да мне и не надо. Именно вот эти детерминатные, которые не вытягиваются. У которых толстый стволик вот такой. Это идеальный вариант. Прекрасная рассада. Сажу так уже седьмой год. Если кто-то, например, скажет, что о, сибирский регион. Кстати, у меня сибирский регион. Будут еще морозы. Поверьте, они переживали морозы. Минус 7 у меня. Да, иногда прихватят кончик верхушки листиков. Они как немножко, как сказать, потом на солнце пожелтеют. Но потом, когда продолжают помидоры расти, новые листья образуются. Эти листья получаются нижними. Они отваливаются и все. А корень в земле, он не повреждается. Много было морозов. Года 2 или 3 назад был очень большой мороз. Подмерзало. Но все равно рассада вся выжила. И все равно получилось лучше, чем в домашних условиях. Так что вот немного я вам рассказала о рассаде, которую я выращиваю, пикирую прямо в грунт. Если вас интересуют вот какие-то, ну как, вы не боитесь экспериментировать, хотите, может быть, попробовать на будущий год, вот нынче посмотрите. Все статьи о наших вот этих сибирских томатах есть у меня на странице в Одноклассниках. Просто наберите Черновая Ольга, город Бийск, Алтайский край, 56 лет. Вы там прочитаете и про Демидова, и про Алтайский сюрприз, и про Настеньку. Еще же Растойки я выращиваю. Вот эти 4 сорта, они все способны для выращивания на улице. Этот вариант идеально подходит тем, у кого нет теплицы, нет возможности покупать ее или не хотите. Некоторые боятся ставить теплицу на дачных участках, потому что сейчас разбирают, даже уносят теплицу зимой. Вот, пожалуйста, тоннель. Я когда укрою сейчас пленкой, завтра покажу, как он устроен у меня. Прикапываю я края, чтобы вообще туда ничего не попадало. С торцов у меня замочки, которые я открываю ежедневно в жаркую погоду. В холодную погоду ничего не открываю. Все, они месяц здесь живут, и через месяц я открываю и получаю здоровую, хорошую рассаду. Вот эту я рассаду, конечно, не себе, это я на заказ выращиваю, потому что люди, вот у меня фермер заказывает, эта прекрасная рассада дает ранний урожай. И, ну, на окне столько не вырастешь, это ясно. И под теплицу тоже, в теплице столько места под такие количества рассады нет. На улице, вот у меня, покажу вам потом, получается самая здоровая рассада. Но идут только сибирские сорта, которые выведены специально для жизни, роста и плодоношения в холодных условиях. Все, до свидания, до следующего видео урока. Всем хороших урожаев, хорошей рассады.